Вот утром крики, шумы вышли, такая коньянная. Ну, вызвали полицию, мать моя вызвала полицию, всё. Сергей Терешков был понятым при осмотре места убийства. Утром в понедельник его разбудил истошный крик матери Светланы Куропаткиной. Она пришла собирать детей в школу и обнаружила в квартире четыре тела. Николая, Светлана и их детей. Мальчика 11 лет и девочки 7. Все сколото резанными ранами. Убийство, судя по всему, произошло ночью с воскресенья на понедельник. Соседка Оксана говорит, из той самой 26-й квартиры не было слышно ни звуков борьбы, ни криков. Слышимость хорошая, а тишина была. Я сама два ночи просыпалась, я в 12 не спала, было тихо. Сегодня, допустим, утром, если где-то кто-то у нас, какой-то мужчина где-то ругался, я проснулась, часов в 6 утра было, от того, что слышно было. А тут тишина была. Другой сосед, Владимир Михеев, тоже ничего не слышал. Он и знаком с семьей не был, поскольку они приехали сюда недавно. Пенсионер запомнил, что новые соседи обычно громко хлопали дверью, а он привык к тишине. Ничего не слышно было. Я поздно лег спать. Все, хоккей ждал, ждал, не дождался. Все, все прошло мимо. Светлана Куропаткина с детьми переехала от мужа на улицу Эйдемана около двух месяцев назад. А до этого семья жила вместе на Бородинской, в этой квартире. В конце октября здесь случился грандиозный скандал. Николай жестоко избил супругу и напугал тем самым детей. Женщина после этого решила от него уйти. На 19 января было назначено судебное заседание о разводе. Светлана Александровна живет как раз под квартирой Куропаткиных. Сильно грохот такой был. Прямо думали, у нас потолок обвалится. Что это... Все кидал, там все швырял. Она потом на второй день уехала. Мама приехали с папой ее. Вещи сгрузили детей, кроватки, там это все, что надо. А тут вот такое случилось. Светлана Александровна хорошо знала Николая и его семью. Вспоминает, за день до предполагаемого убийства Николай собрал какие-то коробки, торт и поехал к супруге. Причем взял с собой ее правнука. Они дружили с детьми Куропаткиных. Посидели, попили чай и разошлись. А ночью главный подозреваемый вновь куда-то вышел из своей квартиры. В 2 часа где-то ночи хлопнула дверь. И потом уже пошли комментарии. Вот это что он... Как он попал в квартиру, но в 2 часа ночи она никак бы не могла открыть ему квартиру. Если они... Это что-то вот странно, просто странно вот это. Может, он когда был стартовым ключи, украл, ну как бы взял. Никто и подумать не мог, что в семье Куропаткиных может произойти такое. Он программист, она воспитатель в детском саду. Не какие-нибудь алкоголики. Посещали православный храм, крестили детей. Ребятишки учились. Младшая в первом классе, старший в пятом. Директор 4-й гимназии Каннска, который посещал паренек, говорит, что убийство шокировало всех. Не жаловался? Никогда. У школьного психолога он наблюдался? Наблюдался. Почему? Ну, это запрос мамы был к школьному психологу. Школьный психолог с ним работала. Убитую Светлану Куропаткину ценили на работе. Она участвовала в конкурсе «Лучший воспитатель». Заведующая говорит, даже если в семье и были трудности, Светлана виду не подавала. Всегда была приветливой и доброжелательной. Зарекомендовала себя только с положительной стороны. Она очень такая активная, очень позитивная. В то же время спокойная. К ребятишкам относилась всегда хорошо. Дети, в принципе, ее любили. В полиции и Следственном комитете считают, что факты говорят о том, что именно Николай сначала убил жену и детей, а потом покончил жизнь самоубийством. Известно, что он остро переживал разрыв с супругой. Но пока выводы делать рано. Для начала, говорят сыщики, нужно дождаться выводов экспертов-криминалистов. Виталий Поляков, Николай Чистяков. Канск. Новости ТВК. Канск. Новости ТВК.